Ежегодно 19 февраля на планете во многих странах отмечается Всемирный День Защиты Морских Млекопитающих или День Кита. Эта экологическая дата считается Днем Защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих, которые обитают в морях и океанах нашей планеты. Этот праздник отмечается с 1986 года, когда в силу вступил мораторию Международной комиссии о запрете на китобойный промысел. Экологические организации и общественность разных стран ежегодно объединяются для проведения природоохранных акций в защиту морских млекопитающих. Среди этих животных Сивуч, самый крупный представитель семейства ушастых тюленей, занимает особое место. Являясь ближайшим родственником морских котиков, имеющих небольшие ушные раковины, поэтому и называются ушастыми тюленями. По природе своей он кочевник и не любит сидеть на месте. Летом обитает в северных морях Тихого океана, у берегов Аляски, Камчатки, Алиутских, Курильских островов и острова Сахалин. Зиму проводят в теплых широтах у берегов Мексики. Он не избалован известностью, как его близкий сородич морской котик. Со временем исчезло излучное имя морской лев, данное еще немецким биологом Стеллером, который подробно описал Сивучий. Мощная голова, огромная пасть, нос слегка вздернут, а главное удлиненные волосы на загривке у самцов-сикачей и издают мощный рев басом, что не вызывает сомнений, что перед нами настоящий морской лев. Это самый крупный тюлень из семейства ушастых тюленей. Длина тела у самцов достигает 3-4 метра, вес до 800 килограммов. Самки обычно в два раза меньше. Они кажутся просто миниатюрными по сравнению с самцами. Тело этих увольней покрыто коротким мехом, без подшерстка. Общая красота буро-желтой. Оттенок меняется на протяжении жизни. На врожденные тюлени темно-каштановые, а с годами светлеют светло-рыжие. Продолжительность жизни составляет всего 30 лет. Сивучи, пожалуй, самые усатые из всех тюленей. Длина усов взрослого самца 45-50 сантиметров. А строение задних лаз такое же, как у морских котиков. Они подворачиваются при передвижении и помогают Сивучу ходить, а не ползать по суше. А в случае опасности делать довольно стремительные прыжки. Они могут прыгать в море с утесов высотой до 10 метров за косяком морских рыб. После годовой беременности самка Сивуча рожает только одного детеныша и выкармливает его молоком в течение одного года, иногда два и даже четыре. Сивучихи – очень заботливые матери. Они не только защищают детенышей от нападения, но и вытаскивают их из воды, если они случайно туда упадут. Весной для размножения они перемещаются на острова Вохотского моря. Располагаются они на песчаных и галечниковых пляжах, а также на морских брикваторах, как это происходит каждую весну на берегу города Невельска. Летние лежбища Сивучей существуют до первых морозов, после чего они уходят в море. В последние годы популяции Сивучей значительно сократились. В России численность Сивучей в целом сократилась от 60 до 12 тысяч. Причинами являются изменения экосистемы океана, а также незаконный отстрел судов. Они находятся под угрозой и в ближайшем будущем могут исчезнуть с лица Земли. Сивучи включены в Красную книгу России и в Красную книгу Сахалинской области. Сохранение и изучение этих загадочных обитателей морей и океанов по-прежнему остается одной из приоритетных задач. Мы с вами живем в удивительном месте, где встречаются эти редкие животные. И каждому из нас несложно бережно относиться ко всему тому, что нас окружает. И чтобы было всем хорошо, давайте же беречь нашу уникальную природу и не оставлять горы мусора после себя в местах отдыха, в том числе и на берегу моря.